Всем привет, народ! С вами снова Михаил. Сегодня я хочу посвятить свой влог, первый влог. Это тому, рассказать вам, чем сейчас я продолжаю заниматься. Продолжаются репетиции в театре, продолжаются, значит, у вас мероприятия различные, продолжаю принимать в них участие. Сегодня, недавно был целый, значит, проходил форум под названием «Новые возможности». Сегодня, кстати, по этому форуму получил потрясающий сертификат. Капитриархи будут под видео в описании. Вот. Очень, очень форум, который проходил, он проходил в рамках, в рамках «Новые возможности». И форум, надо сказать, был очень интересный, познавательный. Значит, состоял он из нескольких частей. Это были и мастер-классы по гончарному делу. Это различные мастер-классы. В общем, проводились площадки с различными мастер-классами. И непосредственно была интеллектуальная игра, в которой я принимал участие. Наша команда выиграла. Вот. У нас были два руководителя очень хороших по игре. Кирилл и Михаил. Вам огромный привет от меня передаю. Спасибо вам большое, ребята, за то, что вы были с нами. Вот. И, значит, игра проходила интересно. То есть, мы сначала её разрабатывали. Были её не только участниками, но и сперва разработчиками. Проводились репетиции многократные. Но эти репетиции не прошли у нас за даром. Вот. Игра получилась очень хорошая, очень продуктивная. Сюжет был очень интересный. И на репетициях, и во время самой основной игры. Также была постановка ребят с нарушением слуха. Ребята, спасибо большое за то, что вы показали такой классный спектакль. Руководителю вашему выражаю благодарность, пользуясь случаем. В общем, молодцы. Все молодцы. Все, кто принимал участие в форуме. Все абсолютные молодцы. И что касается, значит, непосредственно дальнейших дел. Ну, в театре нашем самобытном, который я тоже посещаю, проходит всё так же репетиция по Гоголю Женитьба. И в мае будем мы показывать, если нам повезёт, будем показывать уже спектакль. Роли постепенно мы повторяем. Дима, не переживай, пожалуйста. В общем, всё у вас под контролем. Вот. И что касается, значит, сегодняшнего тоже мероприятия. Сегодня была репетиция насчёт будущего концерта, который я говорил уже, который будет проходить у вас в малышках в ближайшее время. В доме для престарелых. И, значит, сегодня тема будет валенная концерта. И сегодня вот репетиция как раз была. Пользуясь случаем, тоже огромное спасибо за предоставленную площадку. Пале хочется сказать, что нас там дают нам зал. Ребята, спасибо вам большое. Вот. Максим Анатольевич, не переживай, пожалуйста, за всё. Мы с вами всё абсолютно сделаем. И то, что задание вы мне дали, ну, выучить стихотворение, да, надо было. В общем, мы его, я его обязательно выучу. Так что, как говорится, всё будет хорошо. Она очень классная, она очень лёгкая, она очень понятная. В то же время такое ёмкое. В общем, да, которые с обязательного сборника стихотворения я сегодня, как я и говорил, тоже перепечатаю с телефона на компьютер, потом распечатаю. И тоже включим в нашу с вами программу концертную. Так, что ещё мне хочется сказать. Всем ребятам тоже хочу своим друзьям тоже передать привет, вот, пользуясь случаем. В общем, ещё видео появилось, благодарность ЦСО. Видео-подссылочки будет в описании под этим видео. Уже многие смотрели, но я всё равно его переоснул. Ссылку на него скину под этим видео. Вот, ребята тоже молодцы. Спасибо вам тоже большое, огромное, за то, что приняли нас в вашем центре. Вот, в вашем досуговом центре, так ли я не побоюсь этого слова. Очень классный центр, молодцы. В общем, будем вместе сотрудничать, как уже договаривались, за нашим мини-круглым столом. Да, у нас ещё впереди большой круглый стол намечается перед фестивалем. Так что нам скучать не приходится. Как вот пишут мне в комментариях, скучно ли тебе? Нет, не скучно. Всё вполне живенько, вполне продуктивно получается. Всё зависит только от самого себя. Да, не скажу, что легко. Легко, легко, ничего никогда не даётся. Надо на всё прилагать усилия. Вот. Что вам хочется ещё сказать, ребята мои дорогие? Ну, будем стараться, будем работать. И, как говорится, чтобы нам во всём повезло. Какие вот пожелания ко всем тем, кто будет принимать участие в наших ведущих мероприятиях. Пользуясь случаем, да, Денисичка, я постараюсь тебе приехать, как я обещал. В общем, всё будет у вас с тобой хорошо. Я приеду в свой отпуск уже скоро. Ну, как только всё выясню, что к чему, как и почему, в общем, ближе, наверное, к окончанию отпуска я к тебе подъеду. Если у вас не получится какие-то другие наши семейные дела, то я обязательно, я в любом случае тебя проинформирую насчёт всего вышеперечисленного. В общем, нет, я собираюсь, кстати, приехать, как уже писал, наверное, вместе с Димкой приедем, ну, в общем, посмотрим, как и что у вас получится. Загадывать не будем, ещё впереди вся куча всякой всячины у меня. То есть мне надо в любом случае отстреляться сначала с имеющимися проблемами, чтобы в отпуск уйти со спокойной душой. Побыстрее бы, конечно, ещё прошёл бы наш форум большой. Очень переживаю, очень переживаю, потому что это, ну, мягко скажем, очень-очень ожидаемо, потому что круглого стола, как такового, ещё не было. В общем, всё это ещё на словах и на деле практически ничего нет. Труды, те вот труды маленькие, которые мы получаем, это ещё не то, что требуется. Не то, что, ну, не тот, не дошли до того уровня, который нужен, да, то есть надо ещё работать, работать и работать. Но мы стараемся, мы всё делаем так, как надо, стараемся не подводить форум. Ну, я имею в виду ещё насчёт форума. Тут сначала были недоразумения, потом всё-всё расставили по полочкам, всё встало на свои места. Игра прошла на ура, я и так до сих пор под впечатлением от того форума. Ко мне подходят сейчас участники этого форума, встречаются на улице, и мы в контакте со многими общаемся. Ну, то есть завязалась какая-то вот такая некая община и по форуму, по предыдущему. Ну, в общем, очень здорово, очень-очень здорово всё прошло. В общем, будем стараться продолжать работать, себя развивать в том же духе. Сейчас я буду учить стихотворение и, наверное, скоро буду спать. Сроком выучить стихотворение мне два с половиной дня, так что мне надо постараться его выучить. А также у меня ещё всякие остальные мелкие дела, которые я уже не считаю. А, недавно я закончил новые работы вносить в группу Алексей Шарлайт, Остромской поэт. Новые его работы, недавно закончил заливать в группу. Так что будем стараться и дальше работать. Алексей Григорьевич, вы обещали мне насчёт моей единственной песенки, да, на мои слова. Ну, то есть там, как освободится у нас с вами композитор, так что вы не забудьте, пожалуйста, ему напомнить, вот, как он там освободится. У него он сейчас очень занят, наш композитор. Вот, у него очень много заказов, но как только он освободится, вы, пожалуйста, ему передайте. Вот, ну, и в общем, ну, ценовую политику мы обговорим с вами потом. Вот, ну, вы сказали, что где-то в районе 300-400 рублей, в принципе, для песни в нынешнее время нормально. Я узнавал недавно, кстати, берут по полторы тысячи, по две тысячи, в очень такой вот, ну, с наворотами в студии звукозаписи, то есть очень-очень дорого получается. Вот, ну, ладно, ребята, вот сегодня, кстати, тоже был очень такой день, ну, не совсем продуктивный, но такой, в общем, и дома дела, и поделал какие-то, и на репетиции сбегал, в общем, и только что сегодня я от работы отдыхаю, у меня сегодня выходной. В общем, всем, кто был сегодня вместе со мной, всем удачи, всем здоровья и всем пока-пока. Влоги будут выходить и дальше, на следующие тематические, в общем, следите за моими новостями. Всем удачи, всем здоровья и всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, ну, а кто был сегодня вместе со мной, всем удачи и всем пока-пока.